Пустые аттракционы, застывшие во времени. Так они провели целый год. В 2020-м пандемия сорвала все планы, но сейчас парки наконец-то готовятся к открытию. Старейший парк Центрального района в этом году отмечает круглую дату – 135 лет. Юбилейный сезон планируют открыть масштабно. Сегодня вы видите уже заключительные штрихи. На прошлой неделе погода подарила нам два теплых денечка. Мы успели убрать территорию от сухой травы прошлогодней, листвы, веток. Сегодня заключительная подготовка аттракционов идет к открытию сезона. Начали их мыть, отмывать после зимы, готовить кафе к открытию. В 2020 году, когда их открытие пришлось перенести на конец сезона, парки понесли большие убытки. Счет идет на миллионы. К слову, в парке Центрального района удалось сохранить все имеющиеся карусели. К сожалению, новых приобрести не получилось. Здесь рассказывают, что сложный период им удалось пережить за счет муниципальных средств. А вот частные парки пострадали больше. Директор «Солнечного ветра» Роман Романов говорит, что так тяжело не было за все 25 лет работы. Финансовые потери для предприятия, конечно, были. Мы потеряли 70% своей выручки. У нас появились лишние затраты, хотя мы не работали, а содержали людей. Но вот как-то с трудом. Поэтому мы очень большие надежды возлагаем на этот сезон. С той точки зрения, что в парк вернется жизнь, опять вернется смех, улыбки, радость. Вместо маленьких посетителей сейчас на аттракционах пока что катают мешки с песком. Так проверяют карусельная износостойкость. Здесь уже провели все динамические испытания. Парк к работе готов. Осталось дождаться гостей, больших и маленьких. В парке города их официально приглашают уже 1 мая. Добавим, что стоимость билета этим летом немного подросла. Это вынужденная необходимость. Но представители индустрии развлечений надеются, что это не омрачит настроение горожан. Ведь новый парковый сезон для всех очень долгожданный. Маргарита Гартунг, Николай Шилко. День с толком.